Российские ЧВК в Харьковской области насчитывают более 40% ранеными и убитыми, Генштаб. Отдельные подразделения так называемых российских ЧВК, действующие на временно захваченных территориях, насчитывают более 40% тяжело ранеными и убитыми. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ. Отмечается, что частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40%. Тяжело ранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести. За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие проходы, Белогорка, Костромка, Сухой пруд и Безымянная. На Волынском и Полесском направлениях обстановка. Без существенных изменений. На Северском направлении были минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай, Черниговской области и Волфине, Запсилье, Мануховке и Стукаловке, Сумской области. На Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие проходы, Руськая и Черкасская, Лозовая, Руськие и Черкасские Тишки. На Славянском направлении обстрелом со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое. На Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спернова, Веселого и Григорьевки. На Бахмутском направлении были обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутская, Солидар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая долина, Майорск и Яковлевка. На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка. Опытная, Водяное, Тоненькая и Первомайская. На Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, огневое влияние испытали районы Мариинки, Красногоровки, Новомихайловки, Углидара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки. На Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки. Озвучено Яндекс Спичкит. Белогорье, Новополь, Вильня Поля и Шевченко. На Южнобужском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку ПЛА, совершив 34 вылета. ВСУ не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Солидар, Бахмутская, Бахмут, Веселая долина и Опытная. Авиация ВСУ нанесла 27 ударов и... Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, вертолет К-52, ПЛА и пять крылатых ракет типа Х-101. Как отмечается, нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, три состава. Боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня, тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов. Напомним, ранее стало известно, что вербовщики ЧВК Вагнера с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну. Также мы писали, что войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.